Это вот селёдки на неделю, это тоже на неделю, это печенье сколько на неделю, это чай на неделю, это вот мясо. Это просто позорище. Как вы считаете, возможно ли прожить на эту потребительскую корзину? Друзья, всем привет. Меня зовут Николай Бондаренко, это значит, что вы смотрите Дневник Депутата. Сегодня в областной думе будет приниматься потребительская корзина, так называемая, да? То есть минимальный набор продуктов на месяц гражданину на то, чтобы он смог выжить. Оценивается эта красота в 3000 рублей. Мы сегодня приготовили очень интересное наглядное пособие на эту тему. Сегодня всё увидите своими глазами, никто легко эти вещи не пропустит. Здрасте. Здрасте. Да. Там, пожалуйста, ведомость подпишите на столе. Ну что, теперь надо паковать это красиво. У вас очень много целлофана. Такое ощущение, что здесь есть немного. Расскажите, что происходит? Это мы формируем потребительскую корзину, наиболее яркие. Это вот у нас на неделю. Может, вот это вынем или так в пакете? Не боже упаси. Воняет, да? Да. Но тем не менее, оно неделю, ровно специально пролежало неделю, чтобы посмотреть, что с ней станет. После того, как за такую цену мы её купили. Это вот... Короче, не поправится. Это тоже. Да не поправится, полбеда, травится. Это вот огурец на неделю, это вот селёдки на неделю, это тоже на неделю. Выслание? Это конфетка на неделю. Это печенье сколько на неделю, это чай на неделю, это вот мясо. Это табличка организаторов, кто это сегодня примет. Нет, это мы потом, если они примут, мы воткнём это как... Мне кажется, надо в любом случае это принять. Нет. Это же их инициатива. Мы предложим. Да, это их инициатива и правительство. Три тысячи рублей на месяц, на неделю вот столько. Последнюю. Это вот на неделю. Нет, тут есть, конечно, ещё хлеба, вот столько. Вот хлеба там много, там три. Макарон много, да? Нет, макарон это всё. А мы же говорили, там жгали много, нет? Нет, оказалось, что это... Там очень много хлеба, два литра молока. Меньше одного яйца, а в день менее одной картошки. В день мы посчитали менее одной картошки. Там 4-5 яиц в неделю. Так, и сейчас это для работающих. Такие вот инициативы в областной думе от правящей партии «Единая Россия» звучат. И, значит, поскольку мы в меньшинстве, мы не можем гарантировать, что это решение не примут. Поэтому приходится прибегать к таким вот ухищрениям. Как это правильно упаковывать? Как это правильно упаковывать? Да так, покидайте Франция. Чуть у вас какой, реально. Не пускай, если что-нибудь, да, я затеяли, как-нибудь. Ну, как это? В корзине в целом на Саратовской области. Слово предоставляется министру заимств, труда и эмиграции области. На ваше рассмотрение представляется проект закон о пролонгации деятельности социальной потребительской корзины в области. Прошу поддержать законный проект и принять его в двух чтениях. Спасибо. Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы принять проект закон за основу, прошел голосовать? У нас вопросы были. Я спросил, вы молчите. Я нажимал на кнопку. Пожалуйста, Бондаренко Николай Николаевич. Пожалуйста, Николай Николаевич. Без оскорблений, пожалуйста, Николай Николаевич. Вы нас призываете всегда вести себя корректно, а сами допускаете такие... Ничего не пришло в тело абсолютно. Пожалуйста, Николай Николаевич. Да, знаете, мы обсуждали этот вопрос неоднократно с вами, да, и, безусловно, вопрос достаточно понятный. Вы считаете, возможно прожить на этот уровень потребительской корзины, то есть 3000 в месяц, да, значит, на продукты питания? Вот у нас была популярная реклама социальная, КПРФ, я не помню, в какие годы ее показывал. Сидел бездомный мальчик и грязный, ел буханку хлеба, и ему говорят, кем ты хочешь быть? А он говорит, когда выраст, хочу быть лошадью. И показывает, на содержание лошади в нашем государстве ежемесячно выделяет 5 с лишним тысяч рублей. Он говорит, если не получится с собакой, и показано на содержание собаки выделяется 5 с лишним тысяч рублей. Он говорит, главное, чтобы не пенсионер. Вот здесь вот, конечно, мы не о пенсионерах говорим, потому что это потребительская корзина работающего человека. Это просто позорище. Вопрос, вопрос. Да, как вы считаете, возможно ли прожить на эту потребительскую корзину работающему гражданину российской реанимации? Выжить. Спасибо за вопрос, но должен сказать сразу, что мифы, легенды, это не моя специфика, это достаточно конкретный человек. И то, что касается состава потребительской корзины, то он определен прежде всего не здравым. И те нормы, которые заложены там, это вопросы не здраво. Мы их четко соблюдаем. Действительно, законопроект обсуждался очень глубоко. На рабочей группе, на комитете по социальной политике рассматривались разные подходы и разные позиции. Конструктивных предложений депутатов по гласной думе до отдельных протестов и голосований депутатов. Я бесспорно считаю, что здесь есть и личный, а еще и системный пиар у отдельных наших депутатов. Бесспорное повышение доходов жителей Сарабской области. Это очевидно. Очевидно было и на рабочей группе, очевидно было на комитете, очевидно и сегодня. Но, по-моему, излишняя эмоциональность и необходимость пиара перехлестывает конкретные эффективные подходы большинства депутатов. Поэтому прошу вас поставить вопрос на голосование. Спасибо. Пожалуйста, Николай Николаевич Бондаренко. Это был вопрос? Послушайте, какой пиар? Вы не привыкли, что в Думе есть депутаты, которые призваны отражать интересы населения. Если вы считаете, что вы им тюхаете 3000 рабочему человеку в месяц, и вы думаете, что все будут довольны этим, вот вы выйдете на улицу, поговорите с людьми и расскажите им о пиаре. Поэтому прислушивайтесь к нашему мнению, потому что оно выражает интересы гражданам, а вы здесь выражаете интересы руководству вашему, которое вы как на кнопки нажимаете. Спасибо. Представляете, Грей, там только минимально было. Вот, я просто хотел обратить внимание, вот это вот предполагается селедки за неделю. Вот это, если разделить. Вот это вот овощей за неделю. В граммах. Вот это вот риз. Неделя, самое интересное, для работающего человека, вот это вот конфеты за неделю. Как он будет ее раскусывать? Вот это вот я взял, у меня дети в морских, о, прошу прощения, потом к нему, в морских черепашек содержат. Вот у них мясо. Я взял, оказалось столько, сколько мы им даем на неделю. Только там, к сожалению, мясо черепашка у меня, ну, без костей. А там предполагается костями. Когда мы посчитали, сумели купить, я уже не говорю о чае, который придется пинцетом разно раскладывать в этом случае. Вот это вот, например, печенье за неделю, которая подполагается. Мы понимаем, это федеральный вопрос. Но мы просили вас, давайте от областной думы сделаем официальное обращение. И мы готовы будем поддержать, да, что невозможно на это все прожить. Когда у пленных немцев по нормативу, после Сталинграда, в голодающем Советском Союзе, по нормативам было больше, чем сейчас мы это утверждаем. Поэтому я не буду доставать картошку, которая менее одной в день, яблоки менее одной в день, зато хлебом. Вот все калории так берутся хлебом. Самое дешевое сейчас, знаете, что в пересчете на зарплату? Единственный продукт питания, который сейчас дешевле, чем в Советском Союзе. Ой, да, дешевле, чем в Советском Союзе. На зарплату пересчет. Это водка. Все остальные продукты сейчас гораздо дороже. Поэтому вот в голубой ленточке, цвету, так сказать, партии, которая возможна... Я привязываю, к сожалению, такую ленточку. Я надеюсь, подарочную свечку, эту торту, я не буду передавать этой женщине, боже упаси, скрыть все продукты. Они неделю мы их попробовали хранить в холодильнике. Мы их покупали в магазине, на видео это заснято. Когда бы нам стеснялись, не стеснялись, нам самый плохой, нам, знаете, что, сказать продавцам, вы думаете, вы единственные, кто выбирает самые плохие и в таком количестве? Приходят люди, бабушки и так далее, и покупают, так что не стесняйтесь. Так вот, не вскрывайте, пожалуйста, потому что там за неделю они в таком полуоплачевном состоянии, картошка, селедка, самые плохие, что сейчас лучше не вскрывать. Спасибо. Да, я передаю, я не рискну это передать женщине, я вот здесь основу. Есть предложение принять закон в целом, прошу голосовать, кто за. А, Иван, стоп, 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 Иван Насимовичи Праслович, извиняйте. Спасибо. Иван Георгиевич, на самом деле, говорите, реально что-то делайте, это абсолютно разные вещи, я бы хотел их особо подчеркнуть, да? Виктор Александрович, а сотен здесь или нет? Выше он уже, да? Ну, я думаю, что здесь все знают, что главный налог, налог любого бюджета, который формируется, это подоходный налог. Он основной объем занимается в любом бюджете. И пока, вот, будут некоторые наши депутаты, в нашем случае, Николай Николаевич, Вандаренко, который так активно сегодня здесь выступает, за год подавать такие декларации, такие у нас будут налоги. И раз, и раз, и раз, и раз, я вас не передеваю, я вас, я вас не передеваю. Ведите себя прилично. За то, что принять закон в целом, прошу голосовать. Спасибо. Закон принимается в первом и втором чтении. Спасибо. Конечно, да, за повышение голоса. Буду корректен. Хорошо, хоть признаю. Да, ну надо в любой ситуации. Поэтому будьте корректны в дальнейшем. Значит, в тот момент, когда нам будут давать города на кормление, где мы сможем проворачивать сложную коррупционную схему и так далее, когда мы будем получать в нас средства миллиона от богатых родителей и так далее, когда мы будем покупать места в областной думе, вот тогда мы сможем хвастаться теми миллионными, миллиардными декларациями, которые мы среди многих видим. Если вы считаете, что бедность это порог, и что за это вы будете отнимать детей, будете выгонять... Да, по вопросу, да, возвращаюсь. Значит, я писал заявление, прошу предоставить ставку на постоянную основу, мне было отказано. Значит, ну вот так вот у нас... Пожалуйста, еще какие вопросы? Юлия Михайловна Литневская, пожалуйста. Итак, вот сегодня у нас, значит, прошло заседание областной думы. Отвратительные мерзкие законопроекты, тем не менее, принятые, да, потому что большинство единорасси. Вы могли бы сказать, а нахрен туда тогда идти, зачем на это тратить силы и так далее? Если бы у нас было не 4-5, да, а было там 20 или больше, да, 30 человек, они бы уже не приняли эти решения. Поэтому все делайте сами выводы. И еще, да, вот мы, знаете, я много общаюсь с людьми в силу общественной и политической работы. И вот в том числе и у вас, я думаю, у всех одно и то же мнение. Вот если бы я там был, я бы этим сволочом все сказал. Вот этим мы здесь и занимаемся. А вы, пожалуйста, напишите в комментариях свое мнение по этому поводу, критику, если она есть. Поделитесь этим видео, чтобы увидел как можно больше людей. А на сегодня все. С вами был Николай Бондаренко. Борейте свои права.